Ах, кстати, чистый город. Город должен быть чистым. Но я думаю, что всегда после зимы порядок наводим. А чтобы дать возможность сотрудникам убрать у себя около своих домов, на своих дворах, я думаю, что все будут завтра на своих субботниках по месту жительства участвовать. Поэтому сегодня в городе, завтра у себя дома. Практически сейчас еще до рабочего дня успели поработать и подышать, и пообщаться. Это здорово. Настрой такой бодрый, рабочий. На целый день заряд. Грабли – это очень интересный инструмент. Ему нужно аккуратно общаться, иначе получишь. Знаете, да? Не наступай на грабли. Не я же эту условицу придумал. Поэтому лучше с ним дружить, нежели с ним воевать. На даче уже давно не был. Поверьте. Выезжаю туда чисто как ломовая сила. То есть мне мать ставит задачу, я делаю. И точно так же убираюсь. Вот сейчас надо найти, чтобы скопать, спахать вернее. Нужно уже там чеснок посадили, ездили, выезжали. В основном видел женскую половину. У меня сейчас до дачи нет времени. Бог в помощь. Соглашение там заключено у него. Небесальное. Бог в помощь. Он понимает, что с кем надо дружить хорошо. А с нашим выбернатором можно дружить. Поэтому вот, ну и зачем им делать плохую погоду. Пусть будет хорошей погодой. В прошлом году по программе Минприроды здесь было, были работы, связанные с углублением русла, с чистыми русла, как последствия наводнения. Сегодня ход способом администрация, правительство сегодня убирается в городе. Мы решили объединить этот день сегодня. Это удобно так было бы коммунальным службам. Я вырос и как бы прожил такую сознательную молодость, в основном в своем доме, когда в институте учился у родственников Благовещенске на загородном поводу. Ездил с бидончиком, чистили, взяли от снега, от листвы. Такие воспоминания, как это правильно делать, как снег кидать за летнюю кухню. Это есть у меня понимание. Человеку что нужно? Он вышел, было чисто, пыль не летела в глаза. Когда дороги убраны были, подметено, внешний облик всегда добавляет тот лоск, который нужен. Это начнем с человеком и заканчивая окружающим.